Ребята, всем привет! Сегодня будет видео на русском языке. Вы знаете, у меня такой канал, что не могу определиться на какой язык надо записать в видео. По-английски хорошо, но не все говорят на английском. Есть люди, которые на немецком говорят. То есть, для меня немецкий, ну, получается, но сложно как-то так. А если я буду говорить на родном нидерландском языке, то вообще никому не понятно. То есть, ну, короче, я не знаю. Мне вот все-таки удобнее на русском языке. Я каждый день на нем говорю с женой и уже столько лет, в принципе, конечно, не родной язык, но очень близкий язык. Так, сегодня будем говорить о балластировании. Уже некоторые ребята с нашей жилья-банды вот обговаривали, вот как балластировать. Большинство из вас, ну, работает таким тип рейлсом, ну, вот как Марклин делал Ка-Рейлс. Ну, так, в принципе, многие делают. Мегану так делает, так, Пико делает многие, да. Я такими не работаю. Я так что не могу посоветовать, как делать. Единственное, мне кажется, что по такой принципу, как мои рейлсы, сейчас более больше о них говорит, по такой же принципу можно, в принципе, мне кажется, делать вначале балласт, потом сверху клеить рейлсы и никаких проблем с камочками, которые, ну, заблокируют там кое-что на стрелок или еще. Ну, я не знаю, конечно, это надо как-то попробовать. У меня таких не много, не могу, сейчас, времени нет, честно. Я работаю, то есть, с Эрелс, это уже с балластом, но балласт такой, ну, не супер реалистичный, скажем так, и поэтому, конечно, добалластирую, но я вначале покажу принцип, тем, которые не знают. В принципе, это Марклин сериалс, но переделана для DC, то есть, в переменном токе, тут есть третий вот этого рейлс, и вот получается, что они это переделали для Трикс, потому что Марклин, не помню, сколько лет назад, перекупил Трикс и стали все сами делать продукцию, в принципе, такая же, как Марклин, только на DC. Раньше у Марклин был ГАМО, те, которые знают, это были, кстати, очень-очень хорошие локомотивы, вот ГАМО, но сейчас, потому что перекупили Трикс, это уже все, это ГАМО уже не существует, ну, новые продукции. Так, вот эти рейлсы, вот, в принципе, очень удобная система, то есть, подключение все поднизу, я тут рейлс сделал, чтобы, ну, вот тестовать, мы эти локомотивы. Все поднизу можно спрятать все шнуры, и только один вот так шнурок выходит, в принципе, очень удобная система. Потом они очень-очень сильные, мне нравится, что профили, вот, чуть-чуть, вот, как вы видите, двигается, ну, я уже три года сейчас с ними работаю, ну, ни один не поломался, даже снимает, пришлось здесь в старый макет, как вы помните, старый макет, и ничего не поломался, ну, то есть, как я балластировал, вот, о том, как я использую камешки фирмы НОГ, они вот как-то так видно, тут немного похоже на балласт, ну, правда, вот, цвет не одинаковый, как Трикс. Вот это, конечно, немножко жалко, ДОГ делает камешки именно под цвет Марклин Сириэлс, который чуть-чуть темнее, чем Трикс, но именно для Трикс не делает, не знаю почему, могли бы, да, в принципе, но я поэтому две варианта смешиваю, темный вариант и чуть более светлый вариант, как я их клею, я клею клеем для дерева, то есть, ПВА, я фирму не называю, они немецкой фирмы, мне нравится довольно-таки дешево, я купил 900 грамм, по-моему, за где-то 10 евро, я воду не добавляю, это вы, наверное, будете считать странным, и, может, это так и есть, но я воду не добавляю, как я это делаю, я возьму кисточку и начну вот так ПВА вот так мазать по все эти пространства, вот и между шпалой, и вот так, и просто сипу камешки, а потом лично пилисошу, я точно так же делаю на стрелке, сейчас я вам еще покажу, и ни одной стрелкой у меня не поломалось, не заблокировались, тем более вот стрелки, вообще материала три довольно-таки дорого, одна стрелка где-то сразу 25 евро, то есть, не стоит поломать, сейчас покажу стрелки, вот, это, вот эти стрелки, как вы видите, двигаются свободно, нормально, без проблем, надо понимать, что вот эти стрелки были и на старые, вот, то есть, я их убрал, они, вот, точно так же, как эти релсы, вообще без проблем убрались, я просто потянул, вначале, вот, вот, вы знаете, вот тут рядом, я пошел ножом, совсем без проблем это было, и вот, потом они просто вот так вот снимались, я мог все вытащить просто, отвертку вот поднимал и все, с тем, что это довольно-таки стабилная система, да, она чуть-чуть вот так передвинется, но совсем мало, она вообще не поломалась, ни одной поломкой не было, поэтому, конечно, ну, в принципе, я доволен с этой системой, удобно, с шнуром можно поднизу спрятать, ничего такого, и такого нет, выглядит, может, чуть менее реалистично, потому что все время вот этот ровно балласт, так, я считаю, еще плюс там, где ты не хочешь положить балласт, потому что думают, ну, может заблокироваться, то есть еще вот этот оригинальный твикс, то есть не сильно в глаз бросать, тут я еще вообще не добавил, да, нам еще придется делать, ну, она не сильно в глаз бросается, а потом я просто спрячу краешки с травкой тоже фирмы ног, разные варианты, и все, так что, кому интересно, поставьте лайки, может, еще кто-то релс триксы работает, поставьте свои впечатления об этом системе, мне, в принципе, нравится, единственное, наверное, так, что профил узковат, я видел уроку чуть более широкие вот эти балласты идут, и это в принципе, как-то так более мне понравилось, ну, а так, прочность, стабилность мне нравится. На сегодня все, пока, до следующего раза, хорошего вам всем праздника и конце года, и увидимся в следующем видео, пока!